Господин президент, хочу спросить вас еще об одном демократическом государстве, где совершенно другая картина. Вы говорили о Дональде Трампе, кандидате от республиканской партии. Вы сказали, что это выдающийся человек, талантливый человек, чрезвычайно умный человек, и об этом говорили во всем мире. Я хотел бы узнать вот что. Что именно в этом человеке привело вас к такому его восприятию? И уверены ли вы в этом? Вы известный человек в нашей стране, вот вы лично. И не только как ведущий на одной из крупнейших телевизионных корпораций, но и как интеллектуал. Зачем вы все передергиваете? Возьмите, над вами берет вверх журналист, а не аналитик. Ну посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, а наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем, а вы нет? Мы никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, тем более Соединённых Штатов. Но мы будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ. Хотя я не думаю, кстати говоря, что они всех учат, как надо жить, и демократию учат. А что, вы считаете, что там демократические выборы президенты, что ли? Это правда. Посмотрите, там дважды в истории США избирали президентом человека, за которым большинством голосов выборщиков. А за этими выборщиками стояло меньшее количество избирателей. Это что, демократия, что ли? Значит, а когда мы дискутируем иногда с коллегами, мы никого ни в чём не обвиняем, мы дискутируем. Нам говорят, не лезьте, это не ваше дело, мы так привыкли. Так и хочется сказать, ну да, не лезьте к нам, чего вы лезете-то, разберитесь у тебя сначала. Но, повторяю, действительно, это не наше дело, хотя, по-моему, там даже прокурору отгоняют от участков международных наблюдателей в ходе избирательных кампаний. Американские прокуроры пугают их, что в тюрьму посадят. Но это их проблемы, они так привыкли, им нравится. Америка – великая держава, ну, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем, мы хотим и готовы работать с Соединёнными Штатами. И, как бы там ни происходили эти выборы, в конце концов, они состоятся. Будет глава государства, у него большие очень полномочия. Значит, там идут сложные внутриполитические и экономические процессы в Соединённых Штатах. Миру нужна мощная такая страна, как Соединённые Штаты, и нам нужна. Значит, ну, нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения. Ну, вот санкции, про которые вы сказали, они касаются Соединённых Штатов? Где никак не касаются? Вообще, наплевать им на эти санкции, потому что они, последствия наших ответных действий, они на них никак не отражаются. На Европе отражаются, а на США никак не отражаются. Нулевой эффект. Ну, американцы говорят своим партнёрам, надо потерпеть. Зачем они терпеть, я не понимаю. Ну, хотят, пусть терпят. Матео, зачем вам терпеть? Сейчас Матео объяснит, зачем нам терпеть. Вот, но он яркий оратор, мы это видим, так здорово выступал, красиво. Вот, но... Я искренне говорю, честное слово. Италия может гордиться таким премьером. Правда, конечно, красиво. Ну вот, но мы никого не нахваливаем. Это не наше дело. Как немцы говорят, не наше пиво. Поэтому выберут, когда выберут, мы будем работать с любым президентом, которому оказал доверие американский народ. В надежде на то, что это будет такой человек, который будет стремиться к развитию отношений с нашей страной и будет способствовать созданию строительства более безопасного мира. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ